Познанская и Леонтьева Вы замечаете разницу? Да, красный цвет чувствуется теплее, чем желтый Вот это снова желтый цвет А это опять красный Это красный Это желтый Это зеленый Зеленый более прохладный Сейчас на руку действует красный цвет Чувствуешь этот красный цвет? Ну, чувствуется небольшое покалывание, жжение на ладони, на самой Ну, еще какие-то особые, я даже затрудняюсь просто сказать какие Ну, такие, которые есть, ощущения, которые чувствуются только лишь на красный цвет Кожное зрение это совсем не то, что зрение глазами Здесь целый комплекс ощущений Но он включает в себя температурную чувствительность и осязание Мы пытаемся найти те пути, те методы Посредством которых можно разработать методику обучения слепых чтению обычного плоскопечатного текста И если нам удастся помочь этим людям Мы будем считать себя, ну, просто счастливыми Эта буква довольно-таки Широкая Теплая Да И Мохнатая Даже мохнатая? Да Это Ж Верно У этой буквы есть две вертикальные прямые Они соединяются по середине Это И Угу У этой буквы тоже есть вертикальная прямая И Полукруг Справа Это Р Молодчинка Дальше Пожалуйста А у этой буквы Прямые как бы расходятся сверху Из одной точки Лучами Прямо любимыми словами так и пиши, как Люда говорит И они соединяются тоже В середине Это А А у этой буквы Тоже есть вертикальная прямая Полукруг Справа Какое И слева Тоже нечто вроде полукруга Ой, какая-то буква Это Э Унечка Какое слово? Жираф Молодец Эти способности встречаются у людей не так уж часто В зачаточном состоянии Ну, скажем, вернее, в зачаточной форме Они присущи, по-видимому, каждому человеку Но ярко выраженная одаренность встречается не так уж часто Ваша задача заключается в том Чтобы из предложенных кассет Выбрать ту кассету, которая заряжена красной пленкой Играет ту кассету Пожалуйста, начали Нет Начали Нет Начали Красный Проверим Правильно В принципе, человека можно научить Не только различать цвет через непрозрачные среды Но даже и читать Конечно, это намного труднее И сам процесс более сложный Но это возможно Все готово? Так, держи вас Проверим Проверим Играйте Субтитры сделал DimaTorzok Так, пожалуйста, посмотри Все ли буквы знакомы, про прочитать про себя Ты мне скажешь, если все прочитаешь Так, ну-ка, все буквы знакомы? Немного впирывать, сомневаясь Так, ну, пожалуйста, посмотри Почувствуй контур Что ты чувствуешь? Ну, это буква не очень теплая, такая Слева у меня, значит, палочка идет Какая палочка? Вертикальная С тем Направо идет тепло Похоже на букву R Проверь еще раз, ты уверен? Да, это R Так, а остальные буквы все знакомы? Еще раз проверить? Еще раз проверить Вот последняя точно A Потому что так ясно чувствуется Палочкой и вообще Контурально? Да, как буква A А средняя? Нет, последняя А средняя буква? А средняя Ты говорила, что они тебе знакомы? Да Какие? Буква O вторая Так, четко Тепла много очень на ней Можешь сомнений не вызывать буква, это да? Да, нет, буква O Так, и еще буква? Третья буква Она чем-то даже напоминает O у нас А чем? Также овально Только, правда, внизу палочка Вертикальная, ой, горизонтальная линия Так Буква D Ну и какое слово получилось? Руда Уверен? Да Я вскрываю Можешь снять маску Ну, вот Совершенно верно Слово Руда Основной целью наших экспериментов Является изучить природу кожного зрения Изучение этого явления Прежде всего Расширяет знания наши О малоизвестных, почти не изученных Познавательных возможностях Органов чувств человека Его мозга И представляет большой интерес для многих наук Можно понять энтузиазм наших уральских коллег Но, скажем прямо, что до практической реализации Этих намерений еще далеко Кроме того, обычно испытуемые Не так быстро Осуществляют Распознание объектов Как это вы могли сейчас видеть Здесь отобраны кадры Наиболее Быстрых решений Надо сказать и то, что Физическая природа этих явлений Тоже далеко еще не выяснена Во всяком случае Пожелаем успехов Исследователям Они находятся в начале пути И путь предстоит большой Субтитры создавал DimaTorzok